Друзья, компания Тиротекс – крупнейший производитель текстиля в Европе. Это уникальная текстильная компания с 45-летней историей. И за это время, конечно же, в копилке Тиротекса десятки наград за качество продукции. Вот совсем недавно она участвовала в международном конкурсе, где стала обладательницей еще двух престижных наград. О каких именно нам расскажет наш гость Денис Василенков, заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности компании Тиротекс. Доброе утро. Доброе утро. Во-первых, мы вас поздравляем с этими наградами. Рассказывайте, как правильно их называть, за что вы их получили. Какое за что и какое название? Это международно признанные награды. Они имеют в бизнес-среде такой очень серьезный вес. Вот эта награда «Золотой Меркурий», она присуждается за лучшую торговую марку по итогам года. И «Богиня качества» – это за достижения в области качества продукции. «Богиня качества» звучит тогда интересно. Это как бы не первые наши награды, мы их и раньше брали. То есть, по итогам прошлого года мы их еще раз удостоены. Расскажите, как проходил отбор, конкурс, среди скольких конкурсантов? То есть, как правильно, за что вы получили эту награду? Ну, это проводится в течение года. Экспертная группа профессионалов, они исследуют и новинки предприятия, и каким образом вводятся какие-то новые технологии, какие есть вопросы контроля за качеством продукции. И по итогам экспертные группы выбирают номинантов, и среди них победителей. То есть, каждый год нужно повышать свое качество, повышать свою технологию, чтобы заполучить? Естественно, сейчас текстильный рынок, он очень конкурентный. Предложение море. И для того, чтобы быть в тренде, удерживать свои позиции, двигаться дальше, нельзя просто сидеть на месте и утешать себя, что ты один из лучших. Всегда нужно куда-то двигаться, искать какие-то новинки. И это еще обусловлено тем, что сейчас цикл моды в домашнем текстиле, он очень укоротился. То есть, постоянно нужно опережать события, которые будут. И как вам это удается? Как вы находите новые идеи? Как следите за модой, скажем так, в текстиле? Ну, во-первых, это всегда наши партнеры, наши заказчики, это наши друзья. То есть, мы всегда с ними очень плотно держим контакт. Кроме того, это участие в международных выставках. То есть, это те места, это площадки, где происходит обмен мнениями, какие-то проводятся форумы, можно посмотреть просто на конкурентов. Вот, например, ближайшая выставка, в которой мы участвуем, Хайм Текстиль Раша. Это одна из, наверное, самая сейчас мощная выставка именно домашнего текстиля, индустрии гостеприимства, текстиля для детей. Там существует вообще, как бы, изначально это немецкая выставка, она проходит в январе, а вот в Москве ее уже 20 лет тоже проводят. Вот у этих организаторов этой выставки, у них есть Академия дизайна. В рамках каждой выставки они проводят мастер-классы, различные форумы дизайнеров. То есть, вот это такая работа. Откуда, собственно, вычерпаете вот эти вот идеи? Когда это состоится выставка? Когда вы будете... Эта выставка пройдет в конце сентября в Москве. Мы там принимаем участие уже порядка 7-8 лет. Оттуда награды привозили? То есть, из такого масштабного большого комплекса? Да, там отличившимся экспонентом выдаются памятные дипломы. Что так удивило их в нашей продукции? Ну, все отмечают качество, во-первых, нашей продукции, потому что эта выставка, она нацелена на закупщиков, которые работают в сегменте средней и выше. Там самые топы отрасли выставляются, и, соответственно, такие же закупщики туда и приезжают. И вот, как бы, качество – это наш один из основных таких маркетинговых преимуществ. Такие награды в конкурсах, что они дают для развития? Ну, во-первых, это оценка работы компании, оценка работы и уровня специалистов, которые в этой компании находятся. Для нас наградами являются еще и ежегодные сертификации. То есть, мы считаем, что это тоже оценка нашей деятельности. Для нас награды – это отзывы наших партнеров, заказчиков. Клиентов. Да, 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 потому что вот в рамках этого стандарта ИСО постоянно проводится анкетирование клиентов, то есть им рассылаются протоколы с вопросами, они выставляют нам оценки. И вот эти оценки для нас тоже, считай, мы их воспринимаем как награду. Какая у вас оценка была? Ну, пятерки. Самый высший балл. Мне кажется, если бы не было пятерки, не было бы этих наград. Да, сто процентов. Мы уже говорили о том, что нужно следить за новинками. Мы знаем, что у вас сейчас появилось несколько новинок. Мы немножко прервемся. О них нам расскажет Арсений Дикусар. Ну, а позже мы вернемся в беседе. Не секрет, что многие люди, побывавшие в нашей стране, на память о Приднестровье везут домой комплекты постельного белья от Тиротекса. Уж очень на предприятии следят за качеством. Совсем недавно в магазины поступила новая коллекция. Ее вчера представили на дне легкой промышленности. Коллекция обновилась на 10 новых рисунков в постельном белье и 4 новых дизайна для скатертей. Среди них одна скатерть полностью изо льна. Новые не только рисунки, но и технологии печати. Одна из них — нанесение глиттера на рисунок. Благодаря специальной пасти узор начинает блестеть. Выглядит как россыпь серебра. Особенно это заметно на солнце. Второе новшество — печать с золотым перламутром. В этом случае тоже добавляется блеск. Но выглядит он уже совсем по-другому. Что важно, требование к стирке и глажки стандартное. То есть исхитряться, чтобы сохранить рисунок, не придется. Кстати, в этом сезоне Тиротекс внедрил несколько комплектов из смеси льна и хлопка. В первую очередь, благодаря льну, эта ткань хорошо впитывает влагу. И еще обладает эффектом кондиционера. То есть в жару простынь будет холодить, а в холодное время, наоборот, согревать. А вот благодаря хлопку она будет хорошо гладиться и, соответственно, меньше заминаться. Если у вас не получилось побывать на праздновании Дня легкой промышленности, то познакомиться со всеми новинками можно в магазинах сети. Спасибо, Сеня, за такой информативный сюжет. Хотелось бы немножко развить эту тему. Как готовились эти новинки? Сейчас вот тренд текстильной отрасли, домашнего текстиля. Одно время был бум искусственных волокон, искусственных тканей. В силу того, их дешевизны, многие потребители на это клюнули. И прошел очень короткий период времени, и потребитель все-таки распробовал, что это. И пошел откат, наоборот, в сторону натуральных тканей. И сейчас это безопасно, это во многом сейчас придерживаются эко-стиля? Да, да, да. И более того, помимо того, что идет тенденция к натуральным материалам, хлопку, льну, даже вот есть тенденция Европы и России сейчас туда уже идет, это эко-хлопок, то есть выращенный экологически чистыми способами, без пестицидов и так далее. Плюс еще тенденция дизайна к таким тканям эффекта домотканности. Поэтому мы вот решили ввести лен. Вчера был День легкой промышленности, отмечали всей республикой, можно так сказать. Там была премьера ваших новинок. Как оценили жители? Что они сказали? Ну, как обычно, мы получали хорошие отзывы. И люди, и торговля это показала на ярмарке. То есть люди знают нашу продукцию. Многие даже приезжают из Молдовы, из Украины для того, чтобы приобрести... Ряди продукции? Да. Специально приезжают на ярмарки. Это мы наблюдаем уже не первый год. Оценки получили очень хорошие. Ну, всегда же новая, но как-то с опаской. Думаешь, ну, что это, брать, не брать. Думаешь, постоянно переживаешь. А тут всегда же знак качества. В любом случае... Богиня качества тут стоит. Богиня качества. И ты будешь уверен, в любом случае, новинка всегда будет на уровне. И самое главное тебе скажу, как хозяюшка, тоже о том, что когда я вижу лен, у меня сомнений нет. Ну, конечно. Натуральные материалы сегодня в топе. Какие планы на будущее? Что нас еще будет ждать, помимо... Нас и вас. Нас и вас. Ну, сейчас в нашей студии дизайна уже началась работа по разработке новогодней коллекции. Уже? Вот, конечно. Готовься они летом. Да, это очень трудоемкий процесс. Создание вначале концепции коллекции, потом у нас проводится худсовет, все рассматривается. То есть это лучше делать заранее. Усиленно сейчас готовимся к выставке в Москве, которая пройдет в конце сентября. Потом, в начале января у нас эта же выставка во Франкфурте. Вот, то есть работа есть. То есть постоянно держаться на уровне, это вот прям кредо жизни. Да. И это приносит удовольствие. Мы вам желаем удачи. Спасибо вам большое, что всегда рассказываете о нас за рубежом, представляете нашу республику. Ну и мы двигаемся дальше. У нас музыкальная композиция. И, надеюсь, у всех после беседы хорошее настроение. Спасибо.